Итак, добрый день. Сегодня у нас с вами новое занятие по Revit. Ранее мы с вами выполняли домик по нашему проекту и сегодня будем продолжать. В первую очередь мы с вами будем заниматься планировкой плана второго нашего этажа. Также мы сегодня с вами будем делать лестницы, различные виды лестниц. И также поговорим о том, что мы с вами в прошлом занятии, я только теоретической частью поговорил. Внутренние помещения у нас разделены. Габариты наших дверных проемов я вынесу отдельной табличной формой. Это то, что относится к прошлому видео. Я словами-то говорил, но картинку не выносил. Габаритные размеры различных проемов внутренних наших дверей. Для начала, прежде чем мы с вами приступаем к выполнению построения, сначала начнем с плана второго этажа, потом будем делать проем перекрытия под лестницу и так далее. Мы сначала с вами, а для себя я немного вынес этот план, который у нас с вами был, чтобы в дальнейшем ничего не забыть. Итак, по картинке у нас с вами план второго этажа немного отличается от плана первого. На нем у нас с вами помещение под нашим гаражом будет закрытой мансардной крышей. И точно так же мы с вами будем все это показывать. Для того, чтобы быстро построить план второго этажа, да, штриховок у меня здесь еще нет. Я буду отдельно потом уже по итогу загружать штриховки материалов для нашего типа конструкций. Они еще не по российскому ГОСТу, поэтому если кто-то отмечает в видео, что они не по ГОСТу, я это абсолютно помню. Кирпич здесь только по ГОСТу. Что нам потребуется с вами для планировки нашего плана второго этажа? В первую очередь мы выделяем все элементы по нашему проекту, зажатые левой клавишей мыши. Нажимаем сверху панель фильтр. Выглядит как конусообразная такая структура. Отменяем весь выбор и оставляем только стены. Можно оставить окна двери, можно оставить только окна, потому что на втором этаже у нас с вами окон нет. Соглашайся с выполнением данного действия. То есть я выбрал необходимые пункты. Дальше. В левом верхнем углу у нас два замечательных листочка есть. Копировать. Буфер обмена. Копирую данный элемент. И сразу же становится доступна галочка «Вставить». Нажимаю на выпадающее менюшку «Вставить с выравниванием по выбранным уровням все скопированные элементы». И добавляю их на план моего второго этажа. Нажимаю «Ок». Перехожу на план второго этажа. Я вижу расставленные мои стены. Провожу конечную настройку. Конкретно это проверяем масштаб снова и уровень детализации. Теперь я смотрю по картинке. Я неспроста сохранил все-таки одну из дверей. Мы сейчас все это с вами будем выполнять. С одной стороны у нас с вами греческий балкончик представлен. И у нас дальше только окна. На месте там, где должны быть наши двери. Пока двери я ненужные удалю. И буду равнять планировку. А конкретно. Стенки наших гаражей мы с вами вместе с перегородками уже не увидим. И вместе с гаражными воротами мы тоже не увидим. Внутренняя наша стенка превращается в стенку наружную. Которую мы с вами уже делали. Из газобетона и кирпича. Главное правильно ее повернуть. Можно было продолжить стенки, которые уже были сделаны. А можно было заменить на нашу стенку новую. И соответственно соединить их между собой. Возможно, что с какой-то стенкой я промахнулся. Да нет. Соединяем между собой все элементы. Смотрю снова планировку. Я вижу то, что у меня по сравнению с планом первого этажа стенка моя в данном случае уже отсутствует. И я выравниваю стенку, которая у нас уже была задействована ранее по проекту. То есть, что я сделал. Я посмотрел планировку. Еще раз. Вижу то, что у меня вот эта стена должна идти вровень по оси А. Удаляю ненужную вертикальную в данном случае стенку. И дальше я могу использоваться функцией выровнять. Нажимаю на нее. Нажимаю грань стены, по которой необходимо выровнять. И грань стены, которую необходимо выровнять. И соответственно программа автоматически их достроит. И уже в дальнейшем у меня будет балкон. Внутренние наши помещения. На данный момент я могу выделить все перегородки. Правой кнопкой мыши выбрать все экземпляры, видимые на виде. Чтобы перепостроить их собственноручно. И удаляю их. Клавиши Delete. Дальше перехожу во вкладку Архитектура. Стена Архитектурная. И будем пользоваться базовой перегородкой нашей кирпичной. К вопросу о том, что я не показывал в прошлых видео, как строятся кирпичные перегородки. Как сделать их кратным 10 мм. А конкретно я вижу то, что помещения ниже стоящего уровня, у меня грубо говоря по центру, но немножко поменьше, будут построены. Я начинаю строить, причем подложка у меня активно, по умолчанию у вас у всех включается подложка плана первого этажа. Я начинаю строить свои перегородки так, как я их наблюдаю. После построения, опять же, что я сделал. Стена Архитектурная. Выбрал в выпадающей менюшке мою перегородку, которая изначально была создана ранее. Поставил базовую привязку, без разницы на данный момент где, потому что я научусь ее выравнивать. Нажал один раз левой клавишей мыши, чтобы пристыковаться там, где мне будет необходимо и докуда будет необходимо. Дальше я подсвечиваю мою стенку и что я могу с ней сделать? Нашу перегородку, чтобы не измерять каждый раз линейкой. При подсветке элемента появляются вспомогательные маркеры размеров, которые при зажатии левой клавиши мыши на них я могу перепривязать к другим всяческим возможным элементам. Программа автоматически выбирает ближайшие конструктивные элементы, к которым она будет привязываться. И в дальнейшем, нажав на необходимый размер, я могу их выровнять. Я думаю, в данном случае это уже понятно. Еще раз, что я сделал. Стена архитектурная. Строю нашу перегородку. Подсвечиваю. Нажимаю по ней левой клавишей мыши и вот мои размеры. Зажимаю левой клавишей мыши по одной из точечек синенькой и передвигаю до необходимого элемента. Если элемент по умолчанию у вас не подсвечивается, клавишей Tab можете выбрать, к какому элементу вы ее можете привязать. И, соответственно, выровнять необходимые показатели. Я вижу то, что у меня все-таки левое помещение должно быть меньше по площади. Я его немножко подрежу. И пускай будет 500. На данный момент. Потом, когда будет площадь, я могу опять же это все выровнять. Строю вторую перегородку. Которая будет разделять мое помещение по функциональным зонам. Напоминаю то, что перегородка у нас строит помещение, разбивая их на функциональные зоны. Дальше что? Сверху у нас тоже помещение аналогичного типа. Перегородка. Начинаю с построения. Раз, два. Здесь у нас еще во втором помещении будет гардеробная. Отступ пока мне ее неизвестен. Поставлю базовую. Потом, когда появится лестница, буду выравнивать. Что у меня еще здесь не хватает под мансардной моей крыши? В данном случае у меня крыша теплая мансардная. Это колонны, которые располагались у меня на нижестоящем уровне. Добавлю колонну. Колонна архитектурная. Та же самая 400 на 400 миллиметров. Добавляю ее в свой проект. Чтобы они у меня не были одна заглублена в другую, мне необходимо подсветить некую стенку. Воспользуется функцией разделить элемент. И вырезать ненужные участки моей перегородки. Из колонны. Это первое. А второе. Подсветить мою колонну. Воспользуется функцией соединить. А конкретно выпадающую мышку. Отсоединить элементы геометрии. Чтобы колонна у меня не воспринимала материал моего кирпича. И нажимаю на колонну левой клавиши мыши. Я вижу, что более эстетичными будет, если я перегородку немного сдвину к моей колонне. При помощи функции перенести и отсоединением необходимых элементов я это выполняю. Удаляю ненужные элементы. Опять же функции отсоединить. Отсоединяю мою колонну. И если вы эстет, и вам по заданию такое необходимо, выравниваем все остальные элементы. Я вижу то, что у меня здесь должна вписаться дверь, но я это еще посмотрю. Еще мне не хватает какой перегородки архитектурной по нашей кладовой. Пускай она будет располагаться в том же самом месте, где у меня на первом этаже располагается помещение. При помощи функции перенести я переношу на то же самое расстояние. Чтобы они визуально были в одном и том же месте. Да, у меня здесь должна вписаться дверь. Если она будет не вписываться, я буду менять габарит моего помещения. И здесь тоже должна вписаться дверь, я буду ее вписывать. На данный момент у меня планировка плана второго этажа закончена. Я сейчас буду выравнивать перекрытие, делать балкон. Делать греческий балкон с дверью. И начну я с нашей лестницы сначала. Размещу ее на необходимом уровне. Два раза левой клавишей мыши я перехожу на план первого этажа. Смотрю по картинке. Если вы делаете дом эскизный по картинке, которые шли в интернете, либо заказчик вам представил, вот хочу такой дом, хочу такую модельку. Чтобы понять, какая у вас лестница, P-образная либо G-образная, необходимо посмотреть на план второго этажа. Потому что на всех даже схематических изображениях, на плане первого этажа, мы увидим небольшой грызочек нашей лестницы. И целиком ее не видим и не можем представить, какая она там будет. Гадать не нужно. Посмотрите на план второго этажа. В моем случае это P-образная лестница, забежная ступень. Что мы должны знать? Минимальная ширина лестничного марша, который используется для малоэтажного жилищного строительства, это 900 мм. Минимальный габарит лестничного марша. Лестничный марш такая же, как и площадка у нашей лестницы. Минимальное расстояние между маршами это 100 мм. Дальше кратным 10 можете его расширять. Лестница может быть сделана из чего угодно. Дерево, железобетон. Но железобетон для малоэтажки обычно не используется. Используется деревянная, металлическая. Либо сборная наша лестница, которая комбинирует в себе различные материалы. Так вот, построение лестницы. С чего мы с вами начинаем? Мы переходим во вкладку архитектура. Лестница. Архитектура. Лестница. Располагаемся на плане первого этажа. У меня вылазит окно сохранить. Я сохранять пока еще не буду. С окнами и дверьми внутри на плане второго этажа. Сейчас еще разберемся. Давайте с нашей лестницей. По умолчанию при базовом моделировании вы располагаетесь в вкладке изменить. И у нас есть возможность построения. Либо прямой нашей лестницы. Обычной. Состоящей по уровню. Так как он привязал у нас с вами стандартно Revit. Какие настройки нам необходимо с вами учитывать при построении нашей лестницы. В первую очередь я сначала сделаю стандартную P-образную. И поговорим о разнице P-образной забежной ступени. Итак, у нас лестница строится с первого этажа по второй. В лестнице нашей есть под лентой еще дополнительные возможности настроек смещения, чего лучше пока не трогать. И текущая ширина лестничного марша. Минимум 900 мм. Соответственно, я здесь записываю 900. Дальше, что я захожу. Изменить тип нашей лестницы. И проверяю здесь необходимые значения. А конкретно это. По ГОСТу регламентировано то, что у нас высота подступенка, то есть расстояние между самими ступенями, Нормируется от 130 до 220 мм. Это вы должны знать. Для тех, кто делает лестницу свою какую-то, выбирайте необходимое вам значение. Если вы привязываетесь по ГОСТовскому значению, при высоте этажа, смотрите, какая у вас высота этажа, делите на равное количество участков, соответственно, высоту этажа на высоту подступенка, которую вы выбрали. В данном случае для своих студентов я буду показывать то, что у нас высота этажа 3 метра, и удобнее всего использовать эту высоту подступенка либо 150, либо 200 мм. Соответственно, я ставлю... Во-первых, сначала могу скопировать и поставить необходимое значение. Пускай это здесь будет высота подступенка 150 мм. 150. Также ширина проступи. Стандартная ширина проступи, то есть площадка, куда у нас с вами становится наша нога, 300 мм. Её можно урезать до 250, но лучше об этом ещё обговорить, в данном случае для студентов с преподавателем, если лестница не влезает. Если вы делаете лестницу на заказ, соответственно, с заказчиком, помните о том, что выбирая высоту подступенка и ширину проступи, вы регулируете вашу протяжённость, так сказать, лестницы, потому что она у вас всё равно будет пытаться строиться от первого этажа до второго в данном случае. Если я выберу большее значение количества высоты подступенка, у меня меньше получится ступеней в моей лестнице, так как высота подъёма, на который будет разбиваться, она будет меньше, ну, точнее, больше, и, соответственно, угол будет круче у лестницы, и будет меньше ступеней. При ширине проступи, соответственно, если вы выбираете больше ширину проступи, лестница сама будет расти в длину, если смотреть на неё сверху. Вы должны это учитывать. Я буду использовать стандартную 150 на 300 мм. Соглашусь. Меняю значение. Минимальная высота подступенка, она у нас остаётся 150 мм. Минимальная ширина проступи 300 мм. Дальше, что мы с вами делаем. Тетива, либо косаур. В данном случае вы должны выбрать для себя, какую необходимо использовать лестницу. По умолчанию, Рэйд предлагает либо тетива, либо косаур. Сейчас на примере посмотрим. Я люблю обычно использовать косаур. По умолчанию он пишет всё равно, тетива, даже если вы меняете на косаур, тип левой, либо правой опоры, толщина у них меняется, материал меняется. Можно лестницу вообще сделать абсолютно под себя, потому что все остальное у вас можно настроить в самом программном комплексе. Минимальная ширина марша 900 мм. Соответственно, что я здесь поменял? Поменял высоту подступенка, поменял ширину проступи и, соответственно, ширина нашего марша. Нажимаю ОК. Теперь я вижу то, что у меня требуемое количество, 20 наших подступенков должно быть задействовано при построении моей лестницы. Стандартной, П-образной. Как всё это строится? Мне необходимо выбрать привязку, с какой стороны будет привязываться наша лестница. Либо опора справа, то есть она будет по правой границе моего лестничного марша, лучше вот так покажу. Либо, нажимая Escape, марш справа, либо марш слева и опора слева. Дальше вы уже выбираете для себя. И сколько количество ступеней отложить, не нужно считать по картинке. Визуально можно посмотреть по картинке. А считать обычно на всех презентационных моделях и каких-нибудь эскизных набросках количество ступеней не равняется тому, что вы получите в программе. Поэтому мы считаем собственноручно. Сначала я сделаю стандартную, П-образную лестницу для своего домика. С равным количеством ступеней в каждом марше. А конкретно? Я буду строить ее так, потом в дальнейшем поверну. Я должен отложить 10 подступенков сначала. Смотрю, как у меня начало идет построение. Нажимаю один раз левой клавишей мыши, привязку у меня марш слева. Прошу прощения, случайно нажал левой клавишей мыши. Привязку у меня марш слева и показывается, сколько я отложил моих подступенков и сколько их осталось. Я должен отложить 10 подступенков, чтобы 10 подступенков у меня осталось. Как производится дальнейшее построение моей лестницы? Я навожу курсор на верхнюю ее границу и просто складываю. 900 плюс 900, это у нас два лестничных моих марша, 1800 и 100 миллиметров между собой, 1900 миллиметров. И вбиваю просто на цифровой клавиатуре 1900 миллиметров для построения. Нажимаю Enter. Вот у меня строится моя лестница и я тяну ее вниз. Либо могу тянуть вбок, могу тянуть под углом, так как вам будет удобно. Я тяну стандартную P-образную лестницу с площадкой вниз. Если я соглашусь сейчас с выполнением данного действия, нажму на зеленую галочку, красный крестик полностью удалит эскиз, зеленая галочка ее подтвердит, то у меня построится моя лестница и автоматически программа задаст ей тип ограждения. Сейчас мы еще сюда вернемся. Тип ограждения. Он меняется в зависимости от того, что вы хотите увидеть. Подсвечиваем ограждение в трехмерном виде, и у меня есть ограждение 100 миллиметров, есть ограждение 900, то, что предлагает нам автоматический программный комплекс. Можно использовать стандартный, можно поменять под себя. Материал моей лестницы по умолчанию, по категории. Я могу его также зайти и поменять на тот, который мне необходим. Соответственно, материал. Это у нас с вами как раз в площадках. Зайти ее отредактировать. Либо тип самого марша, зайти под ступенках, отредактировать материал того же самого проступи. Давайте отредактирую сейчас. Пускай материал будет в проступе, останется по категории. Сейчас я нажму Escape. А материал под ступенка у меня, пускай будет какое-нибудь дерево. Пускай будет брус. Но брус обычно не используется. Все-таки, кто знает, что такое брус, пускай вишня будет. Соглашусь с выполнением данного действия. Я вижу то, что у меня под ступенок поменял свой цвет. И поменяю проступь. А то же самое вишню. Касаур тетивой я трогать пока не буду. Для эстетов в Ревите есть возможность подгрузки различных типов ограждений. Вы также можете его отредактировать, либо создать собственноручно. Об этом будет еще отдельный видеоурок. Я поменяю на интересную стеклянную панель, которую по умолчанию у нас с вами программа разработчик предлагает. Вот такая стеклянная панель у нашей лестницы. У меня подвисает, потому что автоматически идет запись того, чего я вам рассказываю. Вот у меня получается стеклянная моя лестница. В случае забежной лестницы построения, но Г-образная строится абсолютно точно так же, как поворачивается под углом Г-образной. В случае забежной лестницы все идет вообще намного проще. Вкладка архитектуры тоже самое. Лестница. И у Revit есть возможность построения автоматически Г-образной, либо П-образной лестницы при заданных параметрах. А конкретно я нажму на Г-образную. У меня уже все остальные элементы расчета добавлены автоматически. Я могу сразу же кинуть свою Г-образную лестницу. И сразу же кину П-образную, чтобы вы могли понимать. П-образную стандартную забежную лестницу. Соглашусь с выполнением данного действия и посмотрю, как это выглядит в самом программном комплексе. Сейчас у меня прогрузится. Итак, вот она моя П-образная и Г-образная лестницы. Как отредактировать их? Потому что все-таки они по продолжительности, скорее всего, не такие, какие должны быть у вас по проекту. Подсвечиваем лестницу, нажать функцию, редактировать нашу лестницу. Что мы можем делать в этапах редактирования? Перейду на трехмерный вид, покажу. Предположим, я хочу, чтобы у меня не вот этот марш был подъемным, а вот этот, который по факту на плане второго моего этажа идет. Нажимаю на лестницу и есть функция обратить. Замечательная команда. Которая автоматически меняет направление моего марша. У П-образной то же самое. И у забежной и так далее. Без разницы. Я могу его повернуть. Что я могу сделать еще? Отредактировать мне необходимые эскиз мои лестницы. Потому что расстояние слишком большое. Могу за маркеры передвигать, но это достаточно на самом деле муторно. Поменять расстояние всячески и прочее. А могу поступить проще. Подсвечиваю нашу лестницу. Сначала что я сделал? Еще раз вернусь. Подсветил лестницу, нажал редактировать лестницу. Я нахожусь в редакторе эскиза, но я еще не активировал сам эскиз. Нажимаю на лестницу. Есть функция преобразовать лестницу в эскиз. Она у нас строилась все-таки автоматически, а не я ручками сам строил эскизы. Преобразовать лестницу в эскиз. Он меня предупреждает о том, что автоматическое построение уже не будет работать, а у нас мы переходим в редактирование эскиза нашей лестницы. И теперь у нас есть возможность функции редактирования эскиза нашей лестницы. И здесь я уже могу ее отредактировать так, как мне будет необходимо. Подвину необходимое расстояние моих маршей, пускай здесь будет не 300 мм, а 100 мм между маршами. Подредактировать единственное придется вручную все необходимые элементы, и как их необходимо тоже сдвинуть по вашему проекту. Я выделяю все и нажимаю функцию перенести, без разницы к какой точке привязываться, на 100 мм. Я выделил то, что необходимо и передвигаю, потому что у меня контр-лестница изменилась. И выравниваю необходимые показатели. На самом деле достаточно совместить только конечные участки и перепроверить себя линейкой. Правильно ли я все это сделал? 900 мм здесь, здесь у меня 1000, надо еще двигать на 100 мм. Чтобы у меня расстояние в обоих маршей было одинаковое. Главное все линии замкнуть. Мои ступеньки я не доводил до контура, потому что на самом деле, сейчас соглашусь с выполнением данного действия, у меня лестница все равно построится. Будет стрелочка немного смещена. Если вас это смущает, опять зайти в редактирование эскиза, и вот эта синяя полоса означает направление движения подъема нашей лестницы. Перемести его по центру. Можно визуально, можно через функцию перенести, у вас появится треугольник для привязки. Соглашайся с выполнением данного действия. Эта Г-образная лестница мне уже не нужна. Соглашайся с выполнением всего построения. Я отредактировал данную лестницу таким образом, что она у меня эстетично смотрится. Я выделю мою П-образную лестницу, потому что мне она уже не нужна. Что я делаю далее? Я должен данную лестницу П-образную. Здесь, как вы видите, косаур у нас не построился из-за уклона нашей лестницы. Поэтому в данном случае лучше всего использовать либо тетиву, либо поменять габарит самой лестницы. Изменить тип. Пускай у меня будет... Материалы менять уже не буду. Соглашу сейчас с выполнением. Мне не нужно было её выделять. Я уже мог здесь найти и изменить тип. Косаур заменю на тетиву. Косаур заменю на тетиву. Пускай она будет закрытого типа. Выглядит достаточно страшно, но мне тогда нужно редактировать опять же эскиз. Потому что здесь у меня немного из-за того, что лестницы близко друг к другу, косаур немного сместился. Давайте я его отредактирую, чтобы всё-таки он смотрелся достаточно эстетично. Пускай мне останется косаур. Косаур. И его смещу. На 10. На 10. Скорее всего, она здесь построится. Нет, он всё равно из-за такого угла подъёма не может нормально запроектировать косаур. Придётся менять план нашей лестницы. А конкретно. Редактирую эскиз. Соединю всё-таки необходимые ступени с контуром. Чтобы он не пытался до них довестись. Здесь я уже могу редактировать профиль как угодно. Так как мне будет удобно для моей лестницы. Так как я её вижу. Либо есть желание заказчика отредактировать. Всегда можно из лестницы, которая строится автоматически, перейти в лестницу по построению самого эскиза. Мы должны это понимать. Расстояние между лестницами я немного изменю. Пускай она умеет увеличиться на 20 мм. На 20 мм немного расширю. И проверю ещё раз расстояние. Здесь 900, там 900. Соглашусь с выполнением и посмотрю, чтобы косаур выглядел у меня достаточно хорошо. Уже лучше. Но всё равно нет предела совершенства. Но я на этом остановлюсь пока ещё. Потому что косаур у меня построился. Расстояние между обоими маршами у меня выглядит достаточно хорошо. Данную лестницу я смотрю на картинку. У меня должен наоборот марш вот этот являться подъёмным. Соответственно, я её обращу. И соглашусь с выполнением. Теперь я лестницу пристыкую к своему плану. А конкретно сначала я её поверну. Через функцию повернуть. И застыкую с граничными показателями, которые у меня были на плане моего первого этажа. Чтобы посмотреть, как она у меня вписывается вообще или не вписывается в мой проект. В данном случае я вижу то, что у меня на первом этаже лучше всего продлить перегородку таким образом, чтобы она всё-таки доходила до граничного значения моей лестницы. Колонна у меня располагается немного неудобно в плане того, что люди, выходя с моего лестницы, будут упираться. И здесь будет мало пространства для того, чтобы пройти также в самом участке. Поэтому я выделю колонну, выделю ось и её смещу. Могу вверх, могу вниз, так как мне будет удобно. Смещу её вверх. И уже дальше буду разбираться на плане второго этажа. Перейду на план второго этажа. Колонна у меня, да, она у меня сместилась автоматически в соответствии с привязками. Продлю мои перегородки. Выглядит достаточно некрасиво. Лучше всего ещё подровнять. Может быть колонну перенести сюда в стык самих перегородок. Дальше уже на ваше усмотрение, как вам будет интересно. Я вижу то, что кладовая у меня не вписывается по моему проекту. Соответственно, я буду двигать мои перегородки. Таким образом, чтобы в итоге у меня образовалось красивое помещение. Передвигаю перегородки, чтобы они у меня не накладывались на мою лестницу. Вот таким вот образом. И тогда у меня сюда замечательно впишется. Смотрю план в трёхмерном виде. Лучше всего скрыть для начала план моего первого этажа. Точнее, второго этажа. Выделил необходимые элементы. И воспользуясь очками, внизу скрыть элементы. Мне необходимо теперь прорезать проём перекрытия под мою лестницу. А конкретно, я выделяю, нахожу перекрытие при скрытых элементах. Либо, наведя курсор на граничные значения с моими стенами, клавишей TAB могу найти само перекрытие. В прошлом видео я говорил про клавишу TAB. И нажимаю функцию редактирования эскиза. Чтобы грамотно построить эскиз под нашу лестницу, лучше всего располагаться на плане первого этажа. И теперь мне необходимо по контуру моей лестницы запроектировать ещё один эскиз. Конкретно, мы с вами по умолчанию в редактировании нашего эскиза находимся, мы во вкладке «Изменить». Я никакого дополнительного перекрытия не строю шахтой, пока пользоваться не буду. О шахте я буду говорить отдельно. Мы просто берём в панели рисования, выделяем либо прямоугольник, если это стандартная лестница, либо набором линейных, либо выбрать линии. Строить уже так, как вам удобно. Я прямоугольник обычно кину. И строю прямоугольник по контуру моей лестницы. Смотрю в трёхмерный вид, чтобы вы поняли. Вот этот прямоугольник, который повторяет ровно контур моей лестницы. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Не присоединяю ничего. Вот что я вижу. Проём перекрытия под мою лестницу. Восстанавливаю, нажимаю на очки снова, восстанавливаю исходный вид. Что мне необходимо сделать? Я ещё балкончик не отредактировал. В данном случае я выделяю перекрытие, нажимаю «Редактировать границу», перехожу на план второго этажа. В случае моего балкона я могу удалить лишние элементы. Довести контур до начала прорезания моего балкона. Я его буду делать таким же, как и у меня по контуру моего крылечка. И начинаю рисовать выступ моего балкона, чтобы он у меня был больше моей открывающейся двери. Чтобы человек мог спокойно выйти. Ну и смотрю по картинке. На самом деле в масштабе я мог определить. Пускай она будет 1400 мм. Я по картинке ничего не считал, я делаю визуально, так как я вижу по самому. Вы делаете так, как вы измеряете в масштабе выступ своего балкона, не забывайте. Довожу до своего объекта. И возвращаю к контуру всего перекрытия. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Снова не присоединять к низу данного. Это редактировано при перекрытии. Вот выступ под мой балкон. Далее. У нас с вами с другой стороны появятся окошки. Как добавляются окна, я уже говорил. Внутри у нас с вами будут двери, разбитые по функциональному назначению. Точно так же, как мы с вами делали двери по плану первого этажа. Что необходимо здесь доделать по проекту? Перейти на план второго этажа. И посмотреть, влезают ли по функциональному назначению те двери, которые должны располагаться. Не гаражные ворота. Пускай проверю на 900 двери, хотя это немного не так. Здесь влезет она. Здесь влезет. Здесь влезет. И здесь влезет. Дальше по функциональному назначению, напоминаю еще раз, картинку я выведу. В зависимости от типа ваших помещений, вы ставите дверные проемы. У меня здесь еще располагается окошко обычное. Но это не греческий балкон, а обычное окошко с одной и с другой стороны. Поэтому его добавить, в принципе, будет достаточно просто. В следующем видео мы будем заниматься построением самой крыши, чердачной и мансардной. Я думаю, с лестницей вам более-менее понятно. Также можно всегда при построении самой лестницы редактировать ее не только автоматически, то, что предлагает мне Revit. А также могу отредактировать свой собственный эскиз лестницы. Начиная с площадки. На самом деле любую стандартную лестницу, вот ту же самую, обычную, одномаршевую запроектирую. Я также могу выделить, преобразовать в эскиз и отредактировать эскиз так, как мне будет удобно. Предположим, я сделаю лестницу какую-то сложной формы. По одному марш. Раз точка. Пускай она будет так загнутая. Дальше. Два точка. Пускай она пойдет волной. И три точка. Соглашаясь с выполнением данного действия, программа автоматически подрежет необходимые мне ступени. И вот у меня лестница получается сложной формы. Можно рисовать лестницу собственноручно по эскизу, либо редактировать стандартную лестницу, превращать в лестницу по эскизу и выполнять ее по строению, так, как вам будет удобно. То, что касается лестниц, и то, что касается создания планировки плана второго этажа, вы уже дальше смотрите на свое задание, либо смотрите по техническому заданию, и меняете планировку внутри. Ничего сложного нет. Попробуем сделать Revit проще. На следующем занятии с вами увидимся, и они уже будут достаточно скоро. Также вспомогательные уроки. Всем спасибо, что были тут. Вы знаете, что нужно делать. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова